Всем привет, с вами Тед. Я сегодня покажу вам шикарный, шикарный, шикарный опенинг. Мы пытаемся вызвать сатану. Затерно. Берите свои блокнотики, записывайте. Этот опенинг принесет вам очень много побед. Гарантированно. Сразу же срываем ксм-ку бежать сопернику в район его какой-нибудь третьей базы, то есть примерно сюда. Давайте найти не через центр карты. Строим одну ксм-ку и больше пока что не строим. Мы строим 13-й саплайн на 13-м лимите. И как только мы его заказали, сразу же берем ксм-очку и она тоже бежит в то же место. Позже не через центр карты. Это важная-важная часть. Вы не хотите попасться под соперника разведку просто пока вы бежите где-то. Здесь, чтобы соперник не понимал куда вы бежите. Ну и так далее. Заказываем одного рабочего обязательно. И после этого мы добегаем до места прокси. У нас достраивается саплай и мы сразу же заказываем здесь барак. Вот таким вот образом мы добегаем у нас 150 минералов и мы ставим барак. Затем мы ставим сразу же газ. То есть важная-важная такая штучечка. И сразу же ставим еще один барак. Все это делается на 14-м лимите. На 14-м лимите мы ставим барак, саплай газ. Барак, газ, барак. Вот. Затем мы уже можем себе позволить, конечно же, заказать одного рабочего. И еще одного рабочего. И сразу же наполнить газ. Это важно. Когда у нас достраивается барак, мы ставим, короче, диппера. Заказываем. И заказываем здесь орбитальную станцию. Это одна из версий этого билда. Это версия стандартная. После чего мы ставим еще один газ. Ставим саплайку. И, в принципе, развиваемся. То есть пока мы здесь будем прокси риперами напрягать. Мы сейчас будем строить риперов. Мы в это время здесь ставим factory. Ставим вторую cc. И как бы в это время развиваемся, пока мы напрягаем соперника. Но здесь я показываю вам вот в этой первой игре. Мы сегодня несколько игр посмотрим. Показываю all-in-овую версию. Где мы ставим сразу же третий барак вместо орбитальной станции. Заказываем рипера. И если нас не разведывают, можно застать соперника врасплох. И не показывать ему первого рипера. То есть немножко подождать. Немножко выждать время. Заказать второй газ. Потому что газа нужно будет много. Построить еще одного рипера. Ну и, в принципе, к этому и сводится вся наша задача. Заказывать риперов. И нападать. Мы знаем, что рипер выходит на второй минуте. На второй минуте рипер выходит. Вот он вышел. И, в принципе, если он бежит в нашу сторону. Нам стоит напасть где-то в 2.20. Чуть-чуть даже раньше. 2.15. Чем мы сейчас и занимаемся. Мы ждем второго рипера. Мы сейчас будем заказывать еще риперов. Обязательно наполняем газ. И двумя риперами мы бежим. То есть в этот момент он может к нам сразу добраться. Если он сразу же шел. Но мы у него на базе. И мы первыми двумя риперами его давим. То есть одним рипером он нам будет очень долго все убивать. Здесь, естественно, он возвращается. Фокусим сразу к ксм. Ну и самое главное правило. Не отдавать риперов. То есть это билд. Это билд микроконтроля. Здесь нужно контролить аккуратно. Видите? Фокусить рипера. Этим убегать от ксм. Не дать ему ни в коем случае. На одной жизни. На одной жизни выжил рипер. Одно хп. И он все равно выживает. У нас спид-3 рипера. Этот рипер восстановится. Потому что у него есть способность выживать. То есть когда он долго не дерется, не получает урон, он выживает. И таким образом, если вы убиваете первого рипера соперника, если он не смог сдержать вот этот прессинг изначально, вы, конечно же, его побеждаете уже до третьей минуты. Давайте же посмотрим другие игры с этим билдом. Игры вас ждут сумасшедшие. Потому что этот билд я использовал на своем пути. Затеррано в мастер лигу. И поэтому, ну, ребят, соперники серьезные. У нас здесь прям замесы-замесы будут. Выключаю специально продакшн. Сейчас выключаю карту, чтобы вы смотрели, что у нас происходит. Смотрите внимательно. Делаем билд. Ребята, я вам говорю, сейчас вот обязательно смотрите дальше. И смотрите до конца. Я даже остановлюсь. Ребята, главное, смотрите до конца. Эти игры просто сумасшедшие, которые я вам покажу. Ну, так, это мы попробуем вырезать. Если я забуду, значит, я здесь нажал на паузу и сказал это еще раз. Вот, ну, как-то так. Обязательно смотрите, потому что игры реально сумасшедшие. Здесь я не замечаю ксм-ку, либо замечаю. Это уже не важно. Важно, что мы ставим барак. Да, я обязательно, я заметил эту ксм-ку. Я подумал, ну, ладно, значит, он строит прокси-барак. Но риперы сильнее. Я-то впервые добрался. Вроде все должно быть окей. Все равно мы заднюю уже не дадим. Будем играть так. И самое главное, раз мы увидели ксм-ку. Это, кстати, макро-версия. Я ксм-ками еду домой. Я ставлю сейчас второй газ. То есть здесь идем, делаем орбитальную станцию. Начинаем заказывать рипера. Все у нас окей, да. Вот. Поднимаемся. И видим, видим прокси-барак. Ребята, прокси-барак. Это бункер уже идет. Уже прибежал Марик нас крушить. Я понимаю, сейчас нас ждет заваруха. Поднимаемся рипером. Не видим барак, а понимаем, это реально прокси-бараки. Едем ксм-ками отбиваться. Понимаем, что нет, нас там убьют. Но надо рипером наносить урон. Наносим урон. Идет мультитаск. Совмасшедший мультитаск. Просто со всех сторон идет напряжение. Здесь просто рипер крушит ему минеральную линию. Здесь уже достраивается бункер. Он будет крушить мне цц-шку. Мы микрим. Микрим изо всех сил. Этот рипер спускается и скоро он потеряет хайграунд. Поэтому он выбирает спуститься здесь. Какое гениальное решение. Этот рипер подхватывает хайграунд. Этот начинает стрелять уже снизу. Идет война. Но здесь марики-марики расстреливают цц-шку. Поднимается третий рипер. И начинается битва. Начинается битва. Смотрите. Убиваем соплай. Убиваем соплай. Понимаем, что без соплай он будет ничем. Но понимаем также, что нас ждет проблема. Нас ждет проблема. Там все-таки много мариков Марики дешевые, дешевле риперов И стоит убить сначала ему ксм Убираем минеральную линию Понимаем, что минеральной линии конец Улетаем ццшкой, нам здесь больше делать нечего Риперами высекаем ему всю минералку тоже Покусим только рабочих Убиваем их максимально Дальше открываю продакшн Строим риперов На весь газ, который еще остался Обязательно убиваем ему весь продакшн И дальше он Все добычу И дальше он понимает, что все Все, что он добыл, это все, что он добыл Дальше никаких возможностей нет А я что? У меня есть риперы, я понимаю, что у него есть марики Их достаточно должно быть много Но риперы могут лечиться Марики нет, все, что мне надо Это очень аккуратно драться, кидаться гранатами И нужно будет показать Весь свой микроконтроль, чтобы выиграть в этой игре Я решаю ццшку Остановить где-то поближе Но подальше от мариков То есть вот эту базу я выбираю Отправляю туда рабочих Будем добывать Тем временем начинают делать мариков Я понимаю, что у меня есть запас ресурсов Да, что цц улетает И надо, надо успеть его убить Я пытаюсь мариками в принципе убить ццшку Потому что если это получится Конечно же это джи-джи Это победа изначально Но ццха летит, ццха летит Риперы ищут Где же прокси бараки могут быть? Идет такая напряженная война То есть второй газ он мне оставил В принципе ему не до него Не до газа Он понимает Сейчас бы мне спасти ццеху Видим где бараки Видим где бараки Что они летят И он будет занимать нашу главную базу Здесь хорошо благодаря газу Мы видим, что есть марики Поднимаемся аккуратно Риперам видим И теряем рипера Понимаем, что тут делать нечего Но можно стоять Можно стоять Встречать мариков Хотя лучше посмотреть Может где-то тут еще они остались В принципе мариков нету И здесь идет стычка Здесь идет стычка Идут гранаты Марики разлетаются в разные стороны Начинается война Марики и риперы В троте в только мариков Риперы отмигриваются Один за одним Выживают Пытаются убить мариков Мариков нечему лечить Гранаты Но марики не гонятся Марики не глупые Они остались жить Но риперы могут здесь зонировать Конечно же ЦЦшка У которой так много жизней Это напряжение Это напряжение Потому что будет нелегко Пытаемся рипером добить марика Но у марика остается Ребята Сколько у марика остается Три жизни у марика остается Не добил рипер Пытаемся еще раз добить И решаем Ладно Попробуем залезть наверх Залазим наверх В принципе здесь понимаем Что у него-то бункер есть Ему есть чем защищаться Но теперь ему надо подняться наверх Гранатой Гранаты летят Не знаю Красивая Очень красивая игра Микро Микро Просто божественная Убиваем одного марика Начинаем коцать второго Это сумасшествие Пришли марики И начинают кошмариться цеху Они все-таки хотят ее убить Марики все раллипойнтами идут Раллипойнтами идут в атаку А здесь тем временем Идет добыча Добыча полным ходом Риперы очень-очень аккуратные Они пытаются со всех сторон Подлететь Найти какую-то добычу Но добычи пока нету Приходится Приходится Обходить Приходится обходить Но мы в очень классной ситуации У соперника нету Нету КСМ-ок Чтобы добывать У него не будет множества минералов И риперы Не дадут ему добывать Ему придется идти сражаться С риперами Мариками Конечно же он срывает Мариков Но здесь Марики снизу Благодаря газу Ребята Благодаря газу Они бьют По этому бараку Он пытается Пытается риперов словить Но риперов не так легко словить Они очень быстрые Марики поднимаются И начинают убивать бункер И это ребята Сумасшедшая битва Которая заканчивается Вот таким вот замесом И это еще не все Это еще не все Еще одна игра Ребята Еще одна игра Смотрите внимательно Смотрите просто на этот шедевр Мы идем ставить Рокси Наши бараки Все как обычно А соперник открывается В газ В газ до барака Он приходит Разведывает Что у нас происходит И решает нам Тоже заварить газ Это с ним сыграет Злую шутку Конечно же за счет Завара этого газа Он лишается Своего барака Если бы точнее Он его задерживает Он задерживает Производство Своего барака Ну вот Но тем не менее Он не дает и нам Много добывать Газа Поэтому Нам будет сложнее Сложнее поддерживать Продакшен риперов Без остановки Вот Я конечно же Еду домой С своими ксм Ками Понимаю Что это не будет Алыновая версия Газа мне не хватит И начинаем Начинаем строить Риперов Начинаем Готовиться к атаке И дальше смотрим Вот мы его лица Встречаем Марика И ксм Ребята Кто знает Кто выиграет Рипер Или Марик Быстренько Написали В комментарии Короче Идет Идет Дичайший замес Прям Мортал Комбат И Марик Марик Посыпался Рипера Держал победу Дальше бегут Ксм Бегут Помогать Рипер От них Убегает И начинается Начинается Война Рипер Конечно же Идет спасаться Ждет своего друга Второго рипера Второй поднимается Первый Как-то странно звучит Но да ладно И начинается Война С ксм Хорошо Что отсюда Рипер Может стрелять Обязательно Не даем Бункер Достроить Просто Потрясающий Микро Просто Потрясающий Микро Но он Все-таки Благодаря Нескольким Ксм Достраивает Свой бункер Обязательно Продолжаем Крушить Обязательно И он Построил Рипера Рипер Это Отличная Контра Рипера Потому что Это Один Тот же Юнит Но И его Пока что Маловато Рипера Здесь Конечно же Мы ему Не дали Построить Фэктори Но мы Видим Что у него Есть Бункер Минеральной Линии У него Есть Бункер Возле Производства Бункер Минеральной Линии И Пришлось Подумать Пришлось Подумать Как мы Можем Атаковать А как Еще Мы Можем Атаковать Можем Только Орбитальную Станцию Потому что Бункер Этот До нас Не Дотянется И Этот Не Дотянется И Вот Это Единственный Пятачок На котором Мы Можем Сейчас Стоять И Атаковать Понимаете Идет Вот Такая У нас Войнуха Идет Такая Войнуха Тем Временем Дома Мы Ставим Вторую Базу Газ Пока В принципе Не трогай Пускай Он и Стоит Да Вот Он Продолжает Делать Риперов Но У него Проблемы С КСМ Которые Внезапно Нашлись Ребята Нашлись КСМ Все Раскидались Все Покоцались Строят Здесь Фэктори Отличное Место Здесь Рипер Спасен На последних Жизнях Просто Напросто И Начинаем Бить По Орбитальной Станции Конечно Мы Бьем По Орбитальной Станции Мы Его Ставим На Счетчик Ставим На Таймер Как бы Парень Давай Делай Что-то Иди Делай Что-то Или Мы Взорвем Тебе Единственное Место Добычи Как только Рабочие Подъезжают Закидываем Гранатами Они Конечно Уезжают Он Тратит Ресурсы Просто На Починку Понимаете Что Риперы Стоят Стреляют А он Тратит Ресурсы На Тратит На Починку Просто Невероятная Ситуация Скоро Придется Подымать Уже Прям На Жестком Таймере Убиваем Убиваем КСМ Которые Пытаются Чинить Обязательно Сразу Прокоцали И Продолжаем Бить Очень Очень Эпическая Война У нас Очень Очень Полнейший Эпик Идет Просто Очень Много Риперов Очень Много Риперов Против Орбитальной Станции Ребята И Мне кажется Она Скоро Ляжет Она Скоро Взорвется Это Полнейшая Эпик Сколько Урона Риперы Нанесли Сколько Урона Отличили Эти КСМ И мы Видим Мы Видим Его Туз В рукаве Туз В рукаве Это Гелеон И Сейчас Начнется Войнуха Гелеон Который Идет Вывязать Риперов Его Покусим Теряем Одного Рипера Второго И Мы Выжили У нас Много Риперов Но Он Успел Отличить Орбитальную Станцию Видим Видим Ресурсы Нашего Сопетника Ноль Он Просто Не Смог Он Добыл Нагелеона И Больше Нет У него Ресурсов Они Кончились Кончились Ресурсы 9 КСМ Не Способны Добыть Ресурсов На то Чтобы Эта Орбитальная Станция Жила Идет Идет Сумасшедшая Сумасшедшая Война Обязательно Взрываем ХСМ Чтоб Они Перестали Лечить Начинаем Крушить Убиваем Бункер Нинайной Линии И он Залетает Все Он Взлетел Но Орбиталка Горит То есть Она Догорает Она Собирается Умирать Он Не Может Ее Оставить В таком Положении И Он Пишет Нам ХФ Он Пишет Нам ХФ Потому Что Это Не Конец Это Не Конец У Риперов У Риперов Проблема Они Не Могут Бить По Воздуху Они Не Способны Убить Летающие Здания Они Могут Убить Бункер Могут Убить Сапай Но Они Не Могут Убить Летающее Здание Нам Нужно Что С И Факта Начинает Гореть Мы Понимаем Что Она Загорит Но Но Барак Сбегает Барак Сбегает В Безопасную Зону Тут До Него Не Дотянутся Никакие Марики Нам Соперник Пишет ВТФ Типа Что Происходит И Мы Готовы Мы Готовы Его Контрить Мы Ставим Три Стар Порта Ребята С Реакторами Три Стар Порта С Реакторами Будут Использованы Чтобы Законтрить Этого Соперника И Мы Понимаем Что Это Обманка Если Он Разведывает Да Если Он Сможет Разведать Что Это Стар Порты С Реакторами Он Будет Думать Что Это Викинги Либо Масс Медиваки Либо Либераторы А Мы Ставим Фьюжн Корр И Перелетаем И Перелетаем Обязательно Стар Портами Занимаем Все Базы Которые Можем Занять Занимаем Все Газы Которые Можем Занять Строим Новые Технические Лаборатории На Стар Портах Это Важно Обязательно Строим Новые Технические Лаборатории Все Еще Пытаемся Вызвать Мистические Силы Все Еще Пытаемся Вызвать Мистические Силы Обязательно Обязательно Нужно Нужно Качаем Качаем Лаву Качаем лаву из недр земли Это обязательно И уже готовится наша бригада Бригада победы в этой игре Ребята, бригада победы Все апгрейды в техлабе учатся Все апгрейды Все старпорты работают У нас достроились Наши важнейшие юниты На 10 минуте Тайминговая атака Три батлкрузера делают прыжок И Субтитры сделал DimaTorzok